Здравствуйте! Сегодня видео про лимфатическую систему, про застой лимфы, как ее очистить, спасти, что каждому человеку нужно знать о лимфатической системе и от чего возникают отеки, что такое отеки. В наши дни часто на просторах интернета можно встретить всякую чушь насчет того, что лимфа это якобы некий паразит, гидра и прочий бред, неучий ужас, сколько в наши дни невежества. Но если вы хотите узнать и понять, что такое лимфатическая система, как работает и главное, как, зная это, сделать себя здоровее, смотрите это видео от начала и до конца. Ну а лимфатическая система или лимфоидная, это некий двойник кровеносной системы, ее продолжение, дублер. Это огромная разветвленная сеть сосудов, как и у кровеносной системы, но лимфа это грязная река, канализация организма по сути. Далее я поясню почему. Кстати, также поясню и то, почему главные иммунные клетки нашего организма называются лимфоцитами. Ну, от слова лимфа, разумеется. Почему раковые клетки поражают лимфатическую систему и по ней метастазируют в разные органы и ткани. И как лимфатическая система защищает нас от инфекций и той же онкологии. И почему ее надо держать в чистоте, а не насиловать ежедневно неправильным питанием, токсичными продуктами и неестественной средой обитания. То есть неправильным образом жизни. Вот об этом и есть данное видео, и знать это надо каждому. У лимфатической системы есть свои пути транспортировки и свои органы. Это и часть кровеносной системы, и часть иммунной системы. Но условно это отдельная система организма. По объему, правда, она больше кровеносной системы в три раза. Лимфатические узлы это защита организма от инфекций. Там находится максимальное количество клеток иммунной системы. Разные виды лимфоцитов. Если есть увеличение того или другого лимфатического узла, то это говорит о его воспалении. Значит, есть какая-то инфекция и есть борьба клеток иммунной системы с чужеродными агентами, то есть с инфекцией. Скажем, часто при ангинах происходит воспаление подчелюстных лимфатических узлов. Удалять любые части лимфатической системы, ну как и любые органы ткани организма, недопустимо без жизненной на то необходимости. Ведь это нарушает лимфодренаж и борьбу с инфекциями. Например, те же миндалины. Ведь это последний защитный рубеж от попадания инфекции в головной мозг. Ну а в головном мозгу лимфатическая система представлена ликвором. К лимфатической системе относят первое, пути транспортировки, а второе органы. Пути транспортировки это капилляры, сосуды, стволы и протоки. А лимфатические органы, они же органы иммунной системы, это гемолимфатические узлы, а также миндалины, селезенка, тимус или вилочковая, она же зобная железа. Это красный костный мозг и лимфатические фолликулы, слизистые оболочки кишечника. Ну а также рассеянные лимфатические узлы в других тканях. А межклеточная жидкость или сукровица, это тоже лимфа. Течет лимфа по сосудам из-за сокращения наших мышц. Ведь у лимфатической системы нет своего насоса, как у кровеносной системы сердца. Лимфа выполняет защитную, иммунную и выделительную, дренажную функции. Правда есть и третья важнейшая, об этом чуть позже, она связана с жирами. Вода из крови, как и все питательные вещества и кислород, отдаются в клетки через межклеточное пространство, через жидкость межклеточную. Клетки живут, они забирают воду, а излишки воды уходят в лимфу, ну чтобы не было отеков в тех или иных органах и тканях. А если у вас есть отеки, какие бы то ни было, то вне зависимости от того, в чем причины, больные почки или у вас там, скажем, застой лимфы, например, из-за паразита в организме и по другим причинам, ну кроме тех случаев, если, к примеру, вы на ночь съели много соли и запили большим количеством воды. Вот тогда, когда есть отеки, значит у вас недостаточно хорошо или совсем плохо работает лимфатическая система. И надо бить тревогу и срочно найти и устранить эти причины. С водой лимфа вбирает всю отработку клеток, токсины, в том числе, тяжелые металлы, радионуклиды, химические вещества, попавшие в организм с бытовой химией, ну и прочие продукты метаболизма, мертвые форменные элементы крови, например, те же эритроциты, бактерии, грибки. И весь этот мусор лимфа забирает в межклеточном пространстве от клеток и по лимфатическим капиллярам, а далее по более крупным сосудам, несет все это в лимфатические узлы, а далее в печень и кишечник. Печень перерабатывает и выделяет для повторного использования организмом нужные для него вещества, какие может забрать, и затем направляет отходы, конечные уже, к почкам. А часть ядов по лимфатической системе выводится с кожными выделениями, часть же через лимфатические сосочки попадает в просвет толстого кишечника. Так тоже выводятся яды из организма. Подробнее я говорил об этом в моей старой лекции про лимфатическую систему, я ссылочку на нее тоже оставлю вам. Но еще одна важная функция лимфатической системы – усвоение и передача жиров. Так вот, каждая кишечная ворсинка слизистой снабжена и венозным капилляром, и артериальным, и лимфатическим. Ведь кровь и лимфы идут параллельно вместе, сообща. Так вот, в кровь из кишечника поступают все питательные вещества с пищей, которую вы съели. А в лимфатическую систему – жиры, то есть липиды. Правда, часть жиров после уже отдается лимфой в кровь. А что есть застой лимфы? Ну, это отеки. Важно поговорить про отеки, пояснить кое-что. Так вот, отеки могут возникать по разным причинам. Например, из-за паразитов, при попадании различных инфекций, при низком иммунитете, при некоторых видах рака, при четвертой уже стадии рака, после операции, при повреждении лимфатических сосудов или узлов. Ну, когда лимфодренаж уже нарушен? Не всегда при отеках есть какие-то серьезные заболевания лимфы, но просто может у вас повышенное артериальное давление, может с гормонами проблемы или с почками оттуда у вас отеки. Может быть, может. Тогда давайте разберем, от чего обычно возникают отеки. Особенно ног, как правило, у многих. Причин несколько. Это может быть сердечная недостаточность и повышенное артериальное давление. Как следствие, или по другой причине, у меня было два главных видео про артериальную гипертензию, то есть повышенное артериальное давление. Я вам очень рекомендую их посмотреть, если вы не смотрели. Начните со второй части, потом уже первую. Не буду пояснять, почему именно так. А что происходит при повышенном артериальном давлении? А происходит инфильтрация воды из капилляра в крови, в ткани. Но вот где есть застойные явления? При дефиците минеральных веществ в крови нарушается осматическое давление. И жидкость движется в ткани. Потому и помогают щелочные содовые повязки компрессы при отеках ног. Есть у меня видео на эту тему, как убрать отеки ног. Но это снятие последствий. А причины какие? Так вот, главное в этом смысле не допускать устранить дефицитное состояние по минералам. У вас в питании просто не хватает многих микро и макроэлементов. Продукты современные ими бедны. Почему? Есть мое видео «Лес и почва». Посмотрите и поймете. Так вот, примитивно. Ешьте спирулину, хлореллу и фукус. Вот эти три вида уникальных водорослей. И вы восполните баланс, дефицит всех микро и макроэлементов. Ссылки на эти продукты безопасные, что очень важно, без тяжелых металлов, органические. Я оставлю вам в описании под этим видео. Вы сможете купить, если сочтете это нужным, качественные данные продукты, которые вам помогут решить проблему дефицита минеральных висществ в организме. А также я оставлю вам ссылки на видео по этим трем продуктам. Помните, что отеки провоцируют воспаление. И отеки же являются следствием воспалений. А их главными причинами являются сахара в питании. Это одна из главных причин отеков. Спазмы сосудов, тугая одежда, пережатые сосуды. Например, вы сидите, положа ногу на ногу. Вот тогда пережимаются кровеносные сосуды. И подпирающее давление создает отеки лимфы тканей. Отеки на лице часто бывают из-за остеохондроза шеи. А когда пережимаются сосуды шеи, то нередко становится хуже зрение. Появляются отеки на лице. И головная боль. Все это связано между собой. При любых пережимах сосудов, например, шейного отдела позвоночника, нужны разминки, беспазмирование, массажи. Кстати, об этом я говорил в первой части моей лекции про артериальную гипертензию. Ведь пережатые сосуды шеи как раз являются одной из причин повышенного артериального давления. И внутричерепного повышенного давления. Так, а почему еще могут быть отеки? Ну, например, много гормона кортизола. А это бывает при частых, постоянных стрессах. Кстати, повышенный кортизол провоцирует ожирение на животе, в области груди, на боках. А ноги часто при этом остаются худые, не толстеют. Такое состояние нередко бывает при назначении врачами гормонов. Например, при аутоиммунных заболеваниях различных. Конечно, отеки бывают и при больных почках. Обязательно надо проверить и их. А при заболеваниях почек нарушается удаление солей и оттока жидкости оттуда и отеки. Ну что ж, а теперь, пожалуй, самое главное, как очистить. И привести в порядок и боевую активность для борьбы с инфекциями лимфатическую систему. Конечно, в первую очередь, это физические упражнения. Помните, лимфа движется только благодаря сокращению мышц. Необходима зарядка каждый день, несколько раз в день, на все группы мышц. Конечно, кардио-тренировки, тренировки сердца. Это очень важно. И вообще физическая активность. Труд на земле – это идеальный вариант. Если нет такой возможности, то ежедневная ходьба 7-8, лучше 10 и более километров. Нет возможности по паркам на свежем воздухе. Ну тогда в спортзале на беговой дорожке. Во-вторых, это дыхательные упражнения, гимнастика. Например, дыхание пострельниковое. Но хотя бы несколько раз в день, по несколько подходов, делайте вот такое примитивное упражнение. Это стоя ровно, либо сидя ровно на стуле, глубокий вдох и сильный до конца, до предела выдох. При этом руки на вдохе поднимаются, а на выдохе опускаются вниз, что называется, по швам. Лимфатический дренаж очень важен. Можно научиться у профессионалов. Пройдите несколько занятий, а потом сами сможете делать себе посильный лифодренирующий массаж. Массаж кожи всего тела, ну в том числе сухой щеткой, тоже хорошее дело. Очень советую вам массаж кожи головы специальными расческами. Это вот такие японские расчески. У меня об этом видео даже было, я оставлю ссылку на него и на эти расчески. Во-первых, это безумное наслаждение, то есть очень приятно. Там ведь огромное количество рецепторов и расчесывание головы, как вы, наверное, знаете, приносит большое наслаждение. Но это еще и полезно для мозга. Это улучшает и кровообращение, и лимфодренаж. Да, ни в коем случае при любом массаже не давите на лимфатические узлы. Что еще важно? В-третьих, необходимо чистое питание, экологически чистой едой. Надо есть много листовой зелени. Следующий важный пункт, и это достаточное количество чистой, а лучше водородной, конечно, воды. Я имею в виду воды с избыточным количеством молекулярного водорода. Такая вода из крана не течет, в бутылках не продается, потому что водород улетучивается практически, ну, моментально, за сутки как максимум. Хорошо, что существуют сейчас специальные приборы, генераторы водорода и свободных электронов. К большому сожалению, только практически все производители экономят средства, и чтобы продать больше, а значит дешевле. Для массы людей, которые нахватались по верхам и ничего не понимают, в биохимии, физиологии и физике вопроса, производят электролизные блоки не из чистой платины или покрытой платиной, а это единственный инертный металл, и при электролизе не выделяет атомы из себя в воду, а просто для галочки, для сертификата покрывают напылением в один слой, тоненький, чтобы сэкономить деньги. И такие приборы покупать нельзя категорически, вы себя искалечите, со временем, конечно, не сразу. А если хотите генератор водорода безопасный, а это самое главное, ссылку на такие приборы я оставлю тоже под этим видео. Пейте только воду, никакого кофе и тому подобное. А что касается отвара тысячелистника и бессмертника, это очень хорошо. Применять их стоит по отдельности, пропить курсами. Видео о них у меня есть на канале, но также у меня есть целый раздел по лекарственным растениям и есть раздел по лечебным грибам. Эти две ссылки на два раздела, в каждом из которых много видео, я оставлю вам в описании под этим видео. Замените хотя бы на месяц соль, обычную на сельдереевую, ссылку тоже на нее оставлю. А еще учтите следующий момент, лечебное очистительное голодание с правильной, конечно, подготовкой к нему, это большое дело. Это очищает организм и лимфатическую систему тоже. Но чтобы не сделать ошибок, посмотрите видео мое про лечебное очистительное голодание. Теперь про примитивные, посильные каждому упражнения. Каждые полчаса, сидя, скажем, у компьютера, если вы работаете за письменным столом, вставайте и разминаетесь от кончиков ног и выше. Можно это делать и сидя на диване, периодически постукивая то носками, то пятками, можно попеременно. Создавайте вибрации, поднимайте их вверх и вниз, только не отрывая в одном случае пятки, а в другом случае носки от пола. И ставьте пятками и носками резко, быстро, сильных ударов не будет, поскольку вы будете одну часть стоп прижимать всегда к полу, потому сильных ударов быть не может. А вот хороший ток и крови, и лимфы вам обеспечены. Еще такое упражнение, стоя, ну то есть на полу вертикально, совершайте мелкие подпрыгивания, ну как бы вибрируя об пол, еле отрывая стопы от пола. Не сильно, но резко, создавайте сотрясение, с пяток на носки как бы переносите вес тела, туда-сюда, качели. И вот таких несколько подходов в день, в идеале каждые полчаса, если у вас сидячая работа. Разумеется, это делать не стоит, если вы целый день на ногах, имеется в виду, не стоите, если стоите обязательно, а если ходите, там работают как раз сгибания-разгибания, тогда не нужно. Или нужно, если ноги устали, как бы тяжелые, тогда да. Ну и поднимайте ноги вверх периодически, если тяжести, гул в ногах есть. Вот после этих упражнений хорошо поднимать и до них. То есть сочетать такие упражнения с отдыхом. Что еще очень важно? Я напоминаю, что чистый кишечник это залог здоровья и свободного выделения отработки лимфы в толстый кишечник. Это главная очистка лимфы у нас в организме. Ну а из кишечника, как вы понимаете, все удаляется из организма. Так вот, применяйте гель-сорбент, он поможет нормализовать нормальную работу и чистоту кишечника. Вот этот гель-сорбент, о нем было видео. Это очень важное видео. Посмотрите обязательно. Это не энтеросорбенты всякие под разными брендами, которые продаются в аптеках. Нет, это как небо и земля. Ну так вот, и ссылку на этот гель-сорбент, ну если захотите приобрести, я тоже для удобства оставлю под этим видео. А если у вас есть какие-то дисбактериозные проявления, сибр и прочее, то нормализуйте питание. Ну в любом случае его надо нормализовать, скорректировать, убрать сладкое. И принимайте месяц курс бактерий симбиотических пропионовых Эвита. Ссылки на все, о чем я говорил сегодня. Смотрите под этим видео. Я оставлю на все ссылки под видео, о чем говорил. Знайте также и о том, что очень хорошие результаты дают, понимаете, не отдельно взятые какие-то упражнения или подходы, а комплекс мер. И я советую принимать, у кого есть такая, конечно, возможность, в этом комплексном подходе системном еще и изделия с микросферами. Они ведь усиливают подкожную микроциркуляцию крови и лимфы, поскольку отражают инфракрасное тепло от человеческого тела обратно в подкожные слои. И это точный, абсолютно научно установленный факт. И улучшается регенерация тканей и кожи и в подкожных слоях. Так вот, самый идеальный вариант, это, конечно, капсула, поскольку человек полностью, ну, 95% тела погружает под воздействие этих микросфер. Или это матрас, подушка и, конечно, на ноги, вот тапочки так называемые и шлем. Смотрите мои лекции, все, какие я оставлю. Кстати, на изделия с микросферами на эти свойства, их я тоже оставлю вам. Целый раздел, там более 10 видео. Отдельно хочу подчеркнуть еще раз мою лекцию про лимфатическую систему, основную, старую, про отеки ног и мои другие лекции про различные отеки. И теперь, внимание, я хочу прорекламировать мой новый инфопродукт номер 23 про все причины мешков под глазами и как их возможно убрать, какими мерами безоперационными и операционными. Все виды операций, как хирурги всего мира могут теоретически и практически их устранить, надолго ли это, эффективно ли. Ну, в общем, это колоссальная информация, которая собрана и поможет вам принять правильное решение, стоит ли и каким образом убрать и возможно ли мешки ваши под глазами. Понять, каковы их причины появления. В общем, все от А до Я в этом уникальном инфопродукте. Можете его приобрести, ссылку я на него оставлю под этим видео. Ну и в завершение я попрошу вас поставить пальчик вверх, подписаться, кто еще не подписан на мой канал, нажать колокольчик и выбрать получение уведомлений о выходе всех видео, отправить ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким, поделитесь и оставьте комментарий под этим видео. Это поможет продвижению моих видео и это будет минимальной хотя бы благодарностью от вас мне за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего, до новых встреч.